Так, что-то зеленое все такое. Ноябрь месяц, друзья, что-то не хватает. Сегодня съемка в пасмурный день. Богословки. Что происходит? Вытащим максимально мою палку, благо она вытаскивается высоко. Что происходит вообще? И снежок, то что нам нужно, как говорится. Я постараюсь вам, друзья, показать какие-то необычные ракурсы с помощью 75 мм. Сигмуф и Ион. Но едем далеко. Во-первых, покров. Во-вторых, снег град. Потом потепление будет. И неизвестно, когда потом снег будет. Поэтому я решил выбраться. Остановка. Басоклавусная линия. Остановка. Халтурец. Невский лесокар. Поселок Ермак-1. Уленыч, сумасшедший. Куда ты меня завез? Я так и не понимаю, куда. Мы приехали с вами в район Богословки. И я сейчас ищу ракурсы, которые я не встречал на картах. Мы сейчас обойдем ее вокруг и попробуем найти задний ракурс, который я искал. Что происходит? Что происходит вообще? Место на самом деле очень интересное. Стоит побывать. Лесопарк. И деревянное строение. Полностью из дерева. Выполненные по технике старинного строительства. Посмотрите историю. Это копия, грубо говоря, сооружений, которые были в Сибири. И самое интересное, что это сооружение есть на фотографиях первого человека, который сделал первую цветную фотографию. Это Прокудин-Горский. Поэтому будет интересно. Вот смотрите. Видите, какая структура, какой цвет. О, я думаю, что мы найдем какие-то необычные ракурсы. Штатив у меня с собой, так что вперед. Я уже нашел кое-какие ракурсы. Но, друзья, здесь видите, меня мешают вот эти железные огородки. Я не хочу, чтобы попадала в кадр современная архитектура. То есть должно быть чистое дерево и пока еще зеленая трава и снежок. То, что нам нужно, как говорится. Итак, друзья, я нашел первый ракурс там травой. Я уже видел его на работах. Попробую найти какой-то ракурс, где деревья бы не закрывали. Это все дальше, потому что у меня 75 миллиметров. Соответственно, я сейчас вынужден спуститься в этот овраг и попытаться поставить где-то здесь штатив. Куда мы приехали вообще? Вот эта часть. Видите, здесь овраг есть такой. Позволит мне как-то обрамить это все. Давайте попробуем. У нас с собой эндуро. Ну и замечательный рюкзак и встоп, который потрясающе подходит для того, чтобы заниматься фотосъемкой. Обязательно бленду, потому что сейчас идет снег и такой переходящий в дождь. Ну и, соответственно, мой видоискатель, который нам позволит все это быстренько, хорошо скадрировать. В общем, тема какая, друзья? Нашел, кстати, интересное вот здесь дерево, композицию. Тоже можно для черно-белого попробовать снять. Ну вот, друзья, вот ракурсы, которые для 50 миллиметров, ну и прочих, и прочих. Можно здесь вот такой сделать ракурс, отойти подальше и сделать такое типа крыло. Все, но это надо будет далеко отходить. И не факт, что мой... Поэтому здесь широкий угол. Во-первых, можно изнутри снимать. Но вы понимаете, что широкий угол – это искажение геометрии, то есть это плохая геометрия. Ну и все с этим связанное. Плюс мне не нравятся вот здесь дома сразу появились. Видите? Дома. Они будут видны. Раскладываемся. У меня все мокрое, видите? Вытащим максимально мою палку, благо она вытаскивается высоко. И попробуем сделать что-то вот в таком варианте. Фух. Друзья, прикиньте, не влазит. Хоть айфоном доставай, снимай. Нет, не будем сегодня снимать айфоном. Уменыч, я тебе говорил, что это фигня. Все куда-то залез. Ну, друзья, штатив должен быть хороший, качественный, тяжелый. И мысль была моя, видите, что покроется это снегом. Снег сейчас будет таять, плюсовая температура. Вот этот ракурс мне нравится. Вот он, который я искал. Осталось только отойти на ту дистанцию, чтобы можно было это все скомпоновать в один кадр. Судя по всему, нам идти туда в лес. В лесу еще, кстати, зеленые ветки. Ну да, туалет мешает. Как обычно. Как обычно, как всегда. Надо было сразу идти в какое-то чистое место, где нет этого дождя, снега. Куда ты меня попер? Еще зеленая трава, деревья, скамейки здесь. В общем, да. Выглядит это не так, как я думал. Все-таки с этой точки, видите, только дрон, если поднимать. Будет мешаться все. Но попробую что-нибудь снять. Итак, друзья, я нашел точку. Вот в окружении кустов. Сверху листья, вот как бы ветка. Помещается колокольня. Туалет придется вырезать каким-то образом. Не знаю пока. Вот такой кадр. Но пониже хотелось бы спуститься, потому что ветка с одной стороны хорошо, с другой стороны надо пониже спуститься. Будет расстояние больше, я смогу больше захватить. Это, наверное, знак, друзья. Колокольня бьет. Колокольня бьет. Я спустил на одну штангу. Посмотрим, что из этого выйдет. Сейчас попробую снять на 3.2. Я сделал плюс 0.7. То есть переэкспонировал. И попробую снять на 7. То же самое. Гараж придется вырезать каким-то образом. Я не знаю, как это сделать. Ну, или поменять сейчас ракурс с каким-то раком. Друзья, я нашел еще один ракурс интересный. Посмотрите. Сквозь сосны. Вот на обратной стороне. Самое основное знание. И вертикальная часть. Вот так это выглядит на разных диафрагмах. И внизу еще скамейка вот эта покрыта. Из дерева. Тоже она будет нормально. Это нижняя точка. Здесь, наверное, не очень хорошо. Надо повыше подняться. Ну, вот опять. Опять куда-то полезли. Ну, вот, друзья. Вот эти кустики, которые торчат. Я их взял посередине. Желтое пятно будет. Мы сняли на открытой. На 2.8. И на 5.6. Сейчас снимем еще на пол восьмого. Поскольку здесь темновато. Я прибавил плюс 0.3. Поэтому снимем еще на девяточке. Я навелся на купола на самим. И попробуем сейчас найти через дорогу. Посмотреть. Но, по всей видимости, вот эта белая полоска, которую я хотел, чтобы была видна, она только с этой точки. В идеале, я хотел еще туда пройти, где дома, с той стороны снять. Посмотрим, что из этого выйдет. Перейдем дорогу, посмотрим дальше. С этой части шлагбаума, вот видите, и фонарь. Флаги всевозможные. Это уже атрибуты современной жизни. Поэтому мы это не будем делать. У меня сегодня эндуро. Видите, помогает мне. Но смотрите, какой интересный ракурс. Лиственница. Можно попробовать ее посерединке взять. Вот этот знак подрезать. И провода тоже вырезать, с этой стороны снять. Вот. Вот таким вот образом. Как вы считаете? Нормально будет? Нет. Так, друзья, следующий ракурс. Идем вдоль и смотрим в ту сторону. Самый интересный ракурс этой части, чтобы и плотнее было. Вертикальный кадр. Можно попробовать с дороги снять. Я еще выше дороги, поэтому у меня есть возможность выбрать ракурсы. Заодно убрать лишнее. Так, в этот раз у нас с точки приземления тростник. Опять ретик. Ну что, друзья, похоже, я нашел ракурс, который искал. И он оказался, наверное, самым интересным, необычным. Он с нижней точки. Здесь есть дерево. Здесь есть часть всего. Но посмотрим, что из этого выйдет. Очень красивые лиственницы здесь желтые. Поэтому я хочу попробовать, чтобы часть вот этих лиственниц желтых попала все-таки в кадр. Друзья, это невероятно. Еще в кадр зашел человек и зашел в красном, в красном, в красном. Поэтому, друзья, ну, собственно говоря, даже опять морской бой. Но, похоже, мы дошли все-таки до того состояния, о котором я всегда рассказываю. Ну вот, друзья, о чем я говорил. Видите, с этой точки самый популярный снимок. Но он обычный и снимает обычными объективами. А мы с вами будем снимать практически кинообъективы. Смотрите, что я нашел. Давайте попробуем построить композицию с передним, задним и ближним планом. Увенович, ты задолбал уже своими композициями. Давай уж завязывай. Смотрите, я поднял штангу максимально высоко. Значит, те баки, которые торчат, я закрыл стеллой. Туалет я буду вырезать. Поэтому максимально минимум. И у меня получилось по золотому сечению, видите, линия верхняя леса, линия нижняя домика и две вертикальные линии, собственно говоря, сама архитектура. Друзья, следующее наше действие. Мы убираем штатив, складываем камеру суперкомпактную. Она будет у меня в карманном варианте. Вход сюда, друзья, бесплатный. Вот расписание висит. Красивые ворота. Вся информация есть. То, что нужно. Поэтому, кто посещает, как раз ты знаю, написано. Мы сейчас пройдем, посмотрим все, что вокруг здесь есть. Да, само место очень красивое, друзья. Вот колокольня, которую мы хотели снимать. Называется она Нижний Уфстюгского погоста. 1670 год, деревня Нижний Уфстюг. Вологодская губерия. То, что я говорил. Созданно по плану реконструкции Академии Суслова. Я говорил, что эта фотография, этой оригинальной, была сделана еще при Проскудине-Горском. Все из бревен полностью. Даже вон, видите, вентиляционные каналы специальные. Они тоже сделаны из дерева. Да, это очень красиво, друзья. Даже скаты все сделаны полностью. А мы сейчас с вами пойдем посмотрим, как делаются маковки. Под навесом. Нарез, правда, уже раздолбанный весь. Но видно, что он набирается. Видите, основная балка идет. А вокруг нее уже строится вся иконическая часть. И вот луковица сама. Сам забор, смотрите, тоже. Видите, как сами вот эти палочки складываются. И, кстати, на фотографиях Прокудина-Горского видно, вот из таких же палок здесь забор сделан был. Живой дом, друзья. Ну, люди живут реально. Деревня Верховья, Великогубской власти, Зоонежье. Республика Калили. Встречает нас музей. Ход 150 рублей со взрослого. В общем, друзья, 400 рублей стоит полная экскурсия. С походом на колокольню. И пока тут охрана меня не арестовала, я пойду просто погуляю еще и что-то вам поснимаю, покажу, буду не без оплаты показать. Ну, и в храм, я думаю, что можно зайти наверняка. Есть, кстати, есть. Часовня спасания рукотворного. Тоже осознанно, кстати. Попробуем сейчас попасть в основной храм, который состоит из нескольких этажей. На самом деле, не знаю, скорее всего, снимать я там не буду, конечно. Друзья, я внутри не буду снимать, но могу сказать вам, что там очень красиво. Атмосфера совершенно фантастическая. Кто ходит в такие места, обязательно сходите. Там сейчас, кстати, в мячах не идет. Вдалека не могу снимать себя, а то как-то не получается. Друзья, очень интересное место. Всем рекомендую. И я думаю, что в отличие от меня, вы здесь проведете несколько часов. Хотя я вот, видите, все-таки совершенно сосредотачивался на съемке снаружи этого... Я даже не могу сказать, что это акопарк. Это на самом деле совершенно деревня. Настоящая деревня деревянная. Так что, друзья, очень красивое место. Великолепная атмосфера. Отдохнете душой и телом. Кто даже не относит себя к православной религии и крестьянству, может просто посмотреть, насколько это все сделано. Какое все зеленое. Такое все красивое.